Здравствуйте, с вами Владимир Карагиар и сегодня специально для Спири на ТВ депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соян. Немножко такой необычной ситуации, он спешит, мы записываемся. Дмитрий, как вы видите, как вы оцениваете ситуацию, то что сейчас происходит в Украине? Я, во-первых, приветствую украинскую аудиторию от имени Приднестровья, потому что в Приднестровье живет около 200 тысяч этнических украинцев и около 130-140 тысяч из них имеют даже паспорта Украины, то есть являются вашими гражданами. Соответственно, вопросы и проблемы, которые сегодня стоят перед украинским обществом, они очень актуальны для нас и мы переживаем за то, как здесь развиваются события. Нам бы хотелось, чтобы Украина была сильной, стабильной и демократической страной. На мой взгляд, сегодня Украина, политические элиты Украины переживают очень серьезный системный политический кризис. Этот кризис связан со столкновением интересов экономических и политических элит. Также присутствует определенный региональный конфликтогенный фактор. Он все-таки в той или иной степени присутствует. Это разночтение и какие-то конфликтные моменты между западными, центральными, восточными и южными областями Украины. Все это было усилено такой проблемой, как разновекторное понимание дальнейшего геополитического развития страны. А туда поворота нет, у нас односторонние. Значит, уходим туда, вот на лево сейчас. То есть, противоположное понимание дальнейших геополитических перспектив Украины. Ведь что дало толчок Майдану? Толчок Майдану дал отказ, итоговый отказ Виктора Януковича подписать соглашение в Вильнюсе. Это был такой формальный повод для того, чтобы люди вышли на улицу перед людьми, как бы погасили лампочку европейской перспективы в конце туннеля, скажем так. Соответственно, это вызвало реакцию. Следом за этим пошли другие цепные реакции. Выяснилось, что существует в обществе определенное социальное напряжение и недовольство. И в совокупности это создало то, что мы видим сегодня. Кризис власти, кризис элит, он, на мой взгляд, может иметь далеко идущие последствия, если стороны не придут к какой-то взаимоприемлемой формуле урегулирования конфликта. Например, через какие-то выборные процедуры или как-то иначе. То есть, то, что могло бы разрядить ситуацию. А так, на выходе может появиться застарелый конфликт. Застарелый конфликт, когда, допустим, центр того же Киева контролируется не официальными властями оппозиции, когда в регионах оппозиция может запросто контролировать те или иные органы власти на областном уровне и так далее. Вот что я вижу сегодня в Украине. Хорошо. Как вы оцениваете Одесский Майдан? Одесский Майдан живет своей жизнью. Одесса – это вообще очень специфический город. И там элементы карнавальности в этом всем присутствуют. То есть, есть Майдан, люди собираются. В среднем раз в неделю Майдан проводит шествие по городу. Но, в отличие от других областей Украины, там не было жестких стычек, столкновений, попыток штурма областной администрации. То есть, протестные настроения в Одессе существуют. Но надо понимать, что в целом южные и восточные регионы, они в большей степени на уровне такого базового ментального общественного сознания по-прежнему ориентированы на пророссийский геополитический вектор. Хотя, видите, если уже и в Одессе появляются люди, которые выступают за Европу, это тоже о многом говорит. Скажите, возможно ли Майдан в Тирасполе? Вы знаете, в Приднестровье очень жесткий политический режим, с сильными полицейскими функциями. В Приднестровье очень слабый средний класс, практически не осталось креативного класса. Это те группы, которые всегда были костяком любых Майданов, хоть на Болотной, хоть здесь на Майдане незалежности. И, соответственно, я бы так сказал, что в Приднестровье, скорее всего, Майдан невозможен. Во всяком случае, внутренние силы его организовать и поддержать не смогут. Потому что репрессивные функции государства очень мощные. Ну и плюс надо понимать, что у нас существует ситуация осажденной крепости, когда люди опасаются, например, каких-то действий со стороны Молдовы, агрессивных и прочее. Это как-то консолидирует общество, не позволяет ему, ну, например, решать политические проблемы с помощью жестких митингов и шествий. Хорошо. А существуют вообще предпосылки для протестов в Приднестровье? Нет, сами предпосылки, конечно, существуют. Это и тяжелое социально-экономическое положение, это и определенные сложности с правами человека, со свободой СМИ. Это все в Приднестровье есть. Как бы объективно на уровне такого глухого общественного мнения протестные настроения существуют. Но говорить о том, что вот они следом за Киевским Майданом выплеснутся на Тираспольский Майдан, я бы как технолог не стал. Здесь, конечно, возможен вариант, при котором, ну, например, какие-то внешние силы, в том числе общественные, там привнесут экспорт Майдана в Приднестровье. Но опять же, власти к этому готовятся, то есть они готовятся к противодействию подобным экспериментам. Но, знаете, как бы мне кажется, что на просторах СНГ в целом началась некая системная перезагрузка. Некая системная перезагрузка. То есть примерно вот 20 лет, там вот 24 года с момента развала Советского Союза и элиты, и все системы инерционно существовали, основываясь на тех старых ценностях и понятиях. А вот сейчас началась перезагрузка. К чему это приведет? Это приведет к тому, что вполне возможен вариант полного сноса старых элит, полного сноса, полного демонтажа. Люди, как в песне Цоя, они живут по принципу перемен требуют в наших сердцах. И они даже не понимают, к чему эти перемены приведут. Ведь мы же не знаем, нет гарантии, что эти перемены приведут к резкому улучшению жизни. Зачастую, вы знаете, перемены порой приводят к ухудшению жизни. Но вот этот тренд, это умонастроение, оно настолько как бы сильно на уровне общественного сознания, особенно молодежь, креативный класс, что они действуют спонтанно, интуитивно и с элементами вот такой вот романтии. Но что касается Украины, я скажу откровенно, я очень последовательный и убежденный сторонник компромисса. Нужен какой-то компромисс, который позволит развести стороны в разные углы ринга и цивилизованным образом через выборы, через какие-то иные процедуры все-таки прийти к какому-то общему знаменателю. То есть смена власти не должна означать, например, гибель государства. Либо смена власти не должна означать, что те, кто придут следующие, они приходят навечно. В этом и один из важнейших смыслов демократии, на мой взгляд. Каковы возможные движущие силы протестов по МР? Ну, движущие силы протестов по МР это незащищенные, незащищенные социальные слои общества. Это, собственно говоря, те, кто сегодня страдает от отсутствия работы, от прозрачности в экономике. Вот это движущие силы. Ну, и опять же, повторюсь, есть одна проблема в этой всей истории. Она сводится к тому, что на сегодня Приднестровье обесточено. Нет самого людского потенциала для Майдана, если бы он... Вот такой вот вопрос. Вы недавно были в Москве. Как относятся вообще в ваших кругах Москвы, среди ваших знакомых к тому, что происходит в Украине? Я скажу такую вещь, что объективно Москва очень встревожена происходящим в Украине по целому ряду причин. Во-первых, Москва всегда выстраивала некие стратегические планы по поводу Украины. Это и Севастополь, это и газотранспортные системы, просто транспортные системы. Это общие экономические модели. И в Москве существует мнение, что не исключен экспорт Майдана и, собственно говоря, на Манежную площадь. Там же уже были, как сказать, выступления соответствующие, которые вошли в историю как болотная площадь. Конечно, сравнивать внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и в России я бы не стал с точки зрения уравнивания. Потому что у России есть нефть, у России есть газ, у России мощная вертикаль власти и такой достаточно незыблемый административный политический авторитет Путина. Да, есть оппозиция, она там развивается, пытается набирать силы, но на это еще уйдет достаточно приличное время. Поэтому Москва, как, собственно говоря, и Брюссель, и Страсбург, и Вашингтон очень плотно завязана на украинской теме. Тем более, смотрите, они сюда планируют вложить 15 миллиардов долларов. Вот по последним данным еще 2 миллиарда должны быть перечислены на приобретение евробондов Украины. И Кремль, я думаю, будет всяческими силами защищать эти финансовые инвестиции. По-другому просто не получится. Хорошо. Общаясь с белорусами, которые приезжали на тот же Майдан, у них есть ощущение, у смыслящих людей, надежды на успех украинского Майдана. И в качестве потом, возможно, то ли экспорта, то ли просто, как пример, соседней страны, что у них что-то произойдет. Есть ли какие-то ожидания вот тех людей, которые стояли на Болотной площади, на Манежной, в отношении украинской революции, скажем так? Я скажу, что эта тема в этой среде очень обсуждаема. Эта тема очень обсуждаема. Это, как правило, интеллектуалы, либералы, креативный класс, скажем так, творческое такое вот сообщество. Оно говорит об этом. Но я опять подчеркну, что все-таки Украина и Россия, с точки зрения самой структуры власти и структуры политического класса, это разные системы. Россия это жесткая политическая вертикаль. Это страна, имеющая ядерные боезапасы. Это подразумевает вообще совсем другую ситуацию. И я, допустим, просто не представляю многомесячного стояния оппозиции на Манежной площади с баррикадами. Я могу предположить, что там бы это затянулось максимум на несколько часов. Максимум причем. Потому что там бы меры были приняты мгновенно. В Украине, на мой взгляд, тут как бы надо немножко, может быть, притормозить вот с этим ажиотажем, с этим сверх жестким натиском. Почему? Потому что он в итоге может привести даже и к расколу страны. То есть как бы она начнет обламываться, как сказать. Сам этот скол, он виден уже. Он всегда присутствовал, потому что Украина, она создана на основе как бы нескольких частей. Как минимум это центральная, это западная, это восточная и южная Украина. Каждая со своей ментальностью, со своим портретом человека. И вот объединить этих всех людей можно только на основе гибкой консенсусной политической системы. Когда каждый защищен и каждый гарантирован, что смена власти не приведет к репрессиям или к каким-то эксцессам. Вот это будет лучшей гарантией стабильной, целостной Украины. И как прийти к этому? Я здесь не готов давать вот именно таких директивных рекомендаций. Но мне кажется, что должна быть создана какая-то ситуация, когда люди смогут либо на референдуме, либо на выборах высказаться по поводу дальнейшей стратегии развития государства. И результаты этого волеизъявления определяют конфигурацию власти. Такой вот вопрос. Извне, вы первые несколько дней, наверное, находитесь уже в Киеве, да и так следите за обстановкой. Какие проблемы Майдана вы видите? Именно конкретно как объединение вот тех вот протестных сил? Ну, мне кажется, что, опять же, сужу, как эксперт в данном случае, не претендуя на истину в последней инстанции. Мне просто кажется, что формализованные лидеры Майдана, оппозиции, это тот же Яценюк, Кличко, Тегнебок и так далее, это надстройка, это айсберг, вершина его. Внутри Майдан гораздо более, как бы, такой, ну, масштабный и разветвленный. Там присутствуют свои полевые командиры, присутствуют свои авторитеты общественного мнения, которых мы не видим на телевидении, на экранах и на обложках газет и журналов. Только вот недавно проявился Ярош, правый сектор и так далее, хотя бы кто-то узнал, что есть такое правый сектор. Я, например, до Майдана даже не знал о существовании этой организации, она, видимо, развивалась там, в Западной Украине. Соответственно, вот в этом диссонансе это одна из проблем Майдана. Вторая проблема Майдана в том, что, как всякая такая народная масштабная протестная акция, она имеет в себе элементы хаоса. То есть, условно говоря, умонастроение Майдана, его флуктация, они подвержены изменениям. И, как говорил в свое время Ленин, не нужна для победы партия профессиональных революционеров, то вот в отношении Майдана можно сказать, что это революционеры романтики все-таки. Нет ли у вас впечатления, что если брать политическое поле, Майдан скатывается все-таки в правую сторону? А он и не может не скатиться в правую сторону. Ударная сила Майдана – это ультрас и правый сектор. Силы самообороны Майдана тоже в основном сформированы из людей, ну, как бы это даже бы так сказать, ну, правых взглядов там. И так как они являются ударной силой, то мы видим, как постепенно с Майдана исчезают флаги Евросоюза и появляются флаги УПА, появляются флаги других национально ориентированных организаций. Я думаю, вы это замечаете. Если первый Майдан, вот когда первые дни были Майдана, там были флаги Евросоюза в основном, и государственные флаги Украины. Сейчас вот возьмите две картинки, мне кажется, вы поймете, куда катится Майдан. Хорошо. Вот 9-го числа, в курсе, вы не в курсе, произошел такой интересный факт на Майдане. Во время принятия присяги самообороной присягу должна была принять анархистичная сотня Черная Гвардия. Но одна из ультраправых группировок ВО «Свобода», С-14, возглавляя Карсем, не дала им это сделать, просто разогнала ребят. Как вы могли бы вот это вот прокомментировать? Сейчас. Алло. Привет. Ну что там? В озерады? Я понял. Я тебе перезвоню. Хорошо, давай. Так, что касается вот этого конфликта между, грубо говоря, ультраправой группой, да, самообороны Майдана, и леватской группировкой анархической, потому что, ну, анархисты, это понятно, это люди левых взглядов, в общем-то. Это абсолютно логично. Давайте вспомним 17-й год, когда на каком-то этапе общие силы революции свергают временное правительство, а потом что происходит? Потом идет мятеж анархистов, потом идет мятеж левых эсеров, потом еще что-то и так далее. То есть, внутренние разборки на Майдане неизбежны. Пока есть общий враг, Майдан скреплен и объединен. Как только внешний, как бы, вот этот раздражитель исчезает, начинаются внутренние разборки. Я в данном случае ни в коей мере не подталкиваю к этому и не пророчу, но я рассуждаю как технолог. Мы же все это прекрасно понимаем. Есть внешний враг, он нас объединяет, потом он исчезает, и мы начинаем разбираться друг с другом. И Майдан здесь не будет исключением. И вот тот пример, что вы привели, он очень интересен и показателен, потому что он действительно отражает эту тенденцию, эту технологию. Хорошо, спасибо. Сегодня с нами был депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин и Владимир Краяру специально для спильной ТВ. До свидания. Ван Сарема. Да. Ну нормально.